Баня – это хорошо, только, увы, в парилке не загоришь, несмотря на то, что там жарко. Правда, скоро будет жарко на улице, и все отправятся на пляж. Кстати, Омск – один из самых солнечных городов России, и это факт. А вот то, что многие мечи обжигаются, а не согреваются первыми лучами весеннего солнца – тоже факт, но уже неприятный. За долгую зиму все соскучились по солнечным ваннам. Мы сейчас составим инструкцию, как правильно их принимать. Беседа посвящается любителям загара, но сразу предупреждаю – про солярий говорить не будем. Поговорим о влиянии настоящего солнца на нашу кожу. Будем консультироваться с дерматовенерологом Лилией Равильевной-Кунгуровой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, в Омске когда самое опасное солнце? Самое опасное солнце, наверное, в летний период все-таки, то есть в летние месяцы. Хотя у нас очень много пациентов обращаются и начиная с самой ранней весны. То есть это апрель, май, когда активное и хорошее солнышко у нас. Хорошо. Сейчас наступит жара, как я уже говорил, и все ринутся на пляж, поджариваться. Если уж не остановить всех желающих, как правильно загорать? Что им нужно с собой брать? Как ложиться? Вы знаете, ну, во-первых, нужно учитывать, в какие часы мы идем на пляж. Во-первых, это должны быть либо утренние часы, это где-то с 8, с 9 до 10, 11 часов, и после уже обеда, это с 4 часов и дальше. Мы обязательно должны использовать солнцезащитные препараты. Благо сейчас их на нашем российском фармрынке и на рынке косметологических услуг их огромное количество. Это должны быть солнцезащитные препараты, которые содержат солнцезащитные фильтры. И эти фильтры должны быть от 20 и выше. А аллергия на солнце бывает? Бывает, бывает. И очень часто бывает. И бывает не только в летний период, но бывает и в осенний, и зимний период. И когда у нас весна, начинается яркое солнышко. Потому что, как вы сказали о том, что Омск один из самых солнечных городов нашей страны. Поэтому бывает, есть такое заболевание, как полиморфный фотоконтактный дерматит. Когда приходят к нам пациенты, у них высыпание на открытых участках тела. Есть такое непринятие солнца. Это в виде покраснения, в виде пятен, популезные высыпания, могут быть уртикарные элементы. Это вот последствия солнечных. Что же делать таким пациентам? Им совсем нужно прятаться от солнца? Вы знаете, да. Им нужно прятаться от солнца. Им нужно использовать солнцезащитные препараты. Вот. И, в принципе, вот и всё. Ничего в этом страшного-то нет. Но нужно просто предостерегаться. А почему люди так любят загорать? Может быть, это у них в генах заложено? Ну, наверное, загар – это всё-таки солнышко. А солнышко – это хорошее настроение, да? Вот. Ну, и выработка витамина Д, благодаря которому происходит всасывание кальция фосфора, это профилактика рахита. Вот. И ещё эта сторона есть, да, положительная у солнышка. А какая ещё польза, вот, помимо выработки витамина Д? Потому что вреда, о вреде загара многие слышали, и фактов много о том, что это вредно, не хотите загорать ни в солярии, ни под солнышко, там, и на пляже. А помимо витамина Д, что ещё? Какая польза для организма? Улучшаются обменные процессы в организме, улучшаются метаболические процессы в организме, вот. Усиливаются обменные процессы, тем самым улучшаются, ну, все метаболические, регенерация кожи в том числе и улучшается, да, улучшается настроение. То есть на кожу это тоже влияет очень хорошо? На кожу это тоже влияет очень хорошо, и ведь есть ряд заболеваний, которые мы лечим лучами, но только другого спектра. Вот. Поэтому солнышко полезно. Есть люди, которые подолгу находятся на солнце, но вы вынуждены это строить, середачники. Как им защититься, кроме того, что там помазаться кремом? Шляпу надеть. Шляпу. Мы всегда говорим шляпу, всегда говорим о том, что время, которое должны вы находиться, я обязательно с 11, с 12 до 16.00, не должны находиться ни дачники наши, ни строители. Ну, строители, увы, у них же есть какой-то определенный... Рабочий день, конечно. Рабочий день, солнцезащитные препараты и шляпы или какие-то защитные средства должны быть. Да, то есть если амичи увидят после нашего сегодняшнего эфира строителя в шляпе, пусть не удивляются. Пусть не удивляются. И с тюбиком крема солнцезащитного кармана. Да, это нормально. Ну, причем солнцезащитные препараты с высоким фактором защиты, 50. Угу. Вот существует по аналогии с южным загаром такое понятие, как сибирский загар? Ну, наверное, существует. Наверное, просто тон кожи становится более другим, да. Хотя, опять же, у каждого человека свое количество меланоцитов. И пигмент меланин у каждого, по сути-то, он свой. Поэтому кто-то загорает чуть больше, кто-то загорает чуть меньше. Ну, вот так вот. Но у нас нет какой-то своей собственной палитры, да? Вы знаете, ну, наверное, все-таки нет. Скажите, а вы сами часто загораете? Сама? Наверное, нет. А почему? Вы не хотите витамин Д получить? Вы знаете, мне кажется, что витамина Д мы получаем достаточно, находясь в условиях нашего города. Правда, у нас очень много солнечных дней. И очень часто к нам приходят пациенты сгоревшие, допустим, не покатались, на лыжах и пришли с ожогами лица. Их это очень удивляет, потому что вроде бы я катался на лыжах, но солнце зимой отражается от снега. И мы всегда об этом нашим пациентам говорим. Ну, и все-таки избыток витамина Д – это раннее старение. Поэтому, мне кажется, это не очень хорошо. Это основной фактор, по которому вы не хотите… Останавливает, да. Спасибо вам огромное. Будем загорать правильно. Да, загорать или не загорать, конечно, решать вам. Хотите вы витамин Д или не хотите. Ну, далее на 12-м канале новости.